Здравствуйте. Рада всех приветствовать участников нашего вебинара. Я надеюсь быть вам сегодня интересной и полезной, потому что я вижу, аудитория, которая собралась, имеет непосредственное отношение к детям и детскому чтению. Как вам уже сказал организатор Татьяна, вам будет видна презентация, мои слайды, на которые я буду опираться. Если вас заинтересует потом информация какая-то, которая была, это название книг, это название приема, это ссылочка, вы сможете ее увидеть в презентации, которую после вебинара сможете скачать для себя. Итак, но сегодня будет важно именно живое участие наше с вами, потому как отдельные вещи, которые я буду проговаривать, никаким образом не вместишь на слайд презентации. Здесь живой опыт является важнее, чем мои какие-то умозаключения, чем текстовая информация на слайдах презентации. Немножко о себе. Я руковожу много-много уже лет, больше 10 лет для меня очень ценным проектом в России, который называется «Книга года выбирают дети». Логотип нашего проекта вы видите у меня на фоне. Это на самом деле проект, он образовательный, который связывают воедино книгу писателя и детей. Мы занимаемся современной детской литературой, ту, которую пишут живые писатели для живых детей. Мы ее приносим в школы, детские сады, и дети таким образом становятся частью литературного процесса современности наших дней. Для нас это очень важно. И, конечно, мы приносим в детские сады, школы, семьи, образовательные центры разные, еще и новые технологии. И вот так как я этим занимаюсь достаточно давно, у меня накопились наблюдения, не только мои как специалисты, но еще и обобщаю мнения педагогов, воспитателей, работников библиотек, родителей. И вот в совокупности всего этого жизненного опыта я могу выделить какие-то типичные проявления и типичные феномены, типичные причины нежелания ребенка читать в школе и найти выходы из этого. Потому что в нашем проекте мы такой выход нашли. Я чуть-чуть расскажу про то, какие мы у себя выходы нашли, но и те, которые существуют в пути преодоления, свободные в рамках нашего проекта. Итак, сначала про шесть типичных затруднений, которые есть у детей. Я думаю, что они будут для всех понятны и переживаемы уже, потому что все уже столкнулись тем или иным образом со следующими явлениями. Ну, самое простое, первое явление. Ребенок вообще просто не хочет читать. Ему не нравится деятельность чтения. Я имею в виду сейчас не просто чтение рекомендованных в школе книг, а просто самого чтения. Это касается и художественной литературы, и публицистической, и чтения научно-популярных текстов, например, чтения параграфов в учебниках. То есть ребенку просто не нравится читать. И вот это нежелание и не нравится читать, заниматься этой деятельностью, имеет под собой психологические причины. А именно это преобладание сейчас в нашем окружающем мире визуального канала, визуального канала восприятия информации. И это связано как раз с насыщением нашего окружающего мира информацией из видео. Это явление описано уже психологами и психофизиологами. То есть информацию из окружающего мира ребенок предпочитает черпать посредством восприятия видео, а не текстовой природы. Дело в том, что текстовая природа, информативная природа, осознание окружающего мира, это явление XIX века в основном, начало XX века. То есть когда человек общался и с окружающими людьми, и с окружающим миром, передавал свои мысли и чувства посредством текста. Поэтому деятельность чтения была ведущей. Чтобы информацию какую-то воспринять и передать, нужен был текст. Сейчас есть более у нас быстрые, пластичные и гибкие для этого средства и каналы. И это не текстовые. Поэтому здесь детей можно понять. При этом деятельность чтения это не отменяется, никак не отменяет. Но мы нашли этому объяснение. Понимаете, оно природное, оно законное, оно психофизиологическое. Второе у нас типичное затруднение – это что ребёнок, в общем-то, может читать и даже иногда хочет, но не любит читать. То есть в течение дня или недели, если можно чем-то позаниматься, он чем-то занимается, он только не чтением, а чтением занимается из-под палки. Это вопрос мотивации, не любви к чтению. А почему ребёнок не мотивирован к чтению? Ну, наверное, потому что ему либо неинтересно читать, либо он не видит в этом смысла, либо не находит в этом удовольствие. Сразу же перейдём к третьей причине. Он не запоминает прочитанное, поэтому ему не нравится читать, поэтому ему не хочется читать. Он не просто не запоминает, он не понимает то, что читает. И здесь есть две причины. Либо это особенности его психических процессов, восприятия, памяти, мышления, переработки информации, что бывает крайне редко, это я скажу вам как психолог. Либо это беда текстов. И как человек, который больше 10 лет занимается современной литературой и вообще просто кругом детского чтения, я скажу, что это почти 90% здесь содержатся причины такого затруднения для детей. То есть тексты, которые предлагают детям в школе, они плохо понимаются детьми, потому что их синтаксические конструкции устарели. Реалии исторические, бытовые, которые воспроизводятся в этих текстах, они устарели и требуют дополнительного объяснения, дополнительной работы и исторической, и географической, и рассказ про бытовые какие-то детали, которые были в прошлом, предположим, и нет их сейчас. Для детей этот текст надо пересказывать. Вот многие сейчас действующие филологи, и особенно учителя начальной школы, признаются, что иногда тексты и Пришвина, и Сладкова, и даже Драгунского для детей приходится больше времени тратить на объяснение и пересказ, нежели на чтение. То есть надо переводить эту литературу. И поэтому ребенок не понимает, что написано в этом тексте. Это вовсе не говорит об уровне интеллекта и эрудированности детей. Это говорит о старении языка классической литературы. И это тоже уже известный феномен, он неоднократно и описан, и объяснен. К сожалению, это не меняет школьные программы, которые давным-давно стоит поменяться, давным-давно стоит изменить пропорции в ней литературы 19 века, 20 и 21 века. У нас на дворе 2021 год, это значит, 20 лет существует у нас уже современная детская литература. А почему весь корпус школьной литературы базируется на классике 19 века, ну, вот как бы совершенно неразумно, нерационально, непонятно. Но этот факт есть. Его меняют в школах альтернативных, семейного типа. Это позволяет себе частные школы сделать, изменить программу. Но, однако, например, единый государственный экзамен, который предполагает, экзамен по литературе, включает в основном задания по литературе 19 века, поэтому и учителя тоже ориентированы до сих пор. Да, в целом на вот это изучение, натужное, обязательное школьного корпуса классической литературы. Но мы посмотрим, что с этим можно сделать, потому что у нас по этому поводу тоже есть идеи. Итак, четвертая причина, значит, у нас, то, что неинтересны сами тексты книги, это неинтересная история. Для детей это неинтересная история. Если мы возьмем список литературы, сейчас я его приведу в пример. Как раз я проанализировала программу «Школа России», она самая распространенная программа у нас. И вот я увидела там, значит, список для литературы, приведу пример, второго класса и список для чтения рекомендованной по литературе для третьего класса. В одном списке 30 источников, в другом 35 источников. Вот, уважаемые участники, посмотрев на эти списки, я узнала практически все книги, которые 30 лет назад, даже больше, рекомендовали мне для чтения в школе. То есть время идет, научно-технический процесс, культурный процесс развивается, а книжки все те же. Обычно это объясняют сохранением традиций. Традиции должны сохраняться, передаваться. На мой взгляд, это, конечно, большая доля консерватизма в нашей образовательной системе. Ну и, собственно, те перемены, которые происходят в час в школе, говорят, что уже в такой среде консервативной верхи, когда не хотят еще менять, а низы больше не могут так работать, ну, возникает вот такая тихая революция, когда самовольно школы, которые имеют свободу в этом, начинают что-то менять здесь. Потому что, вот, смотрите, пожалуйста, на список по литературе, рекомендованной для второго класса. И просто я пройдусь по нескольким книжкам и прокомментирую посильность этих текстов для детей. Руссконародная сказка «Сивка-Бурка». Дети не понимают текст, перестают понимать события в этом тексте. Им сложно пересказать эту сказку, понять действия. Как мы выходим из этой ситуации? Мы показываем мультфильм, где план действий сюжета воспроизводится в виде кадров. И это помогает визуальный ряд понять смысл мультфильма. Через текст ребенок не пробирается сам. Это вот несколько лет подряд уже, даже можно сказать, больше пяти лет мы это явление видим. Ребенок не понимает, о чем говорится в «Сивке-Бурке». То же самое касается сказки Пушкина. Казалось бы, очень простой. Сказка о царе Салтане. Дети не понимают текст и не понимают смысл этой истории. О чем она? И, в общем-то, требуется отдельная работа учителя по тому, как он передаст идею этой сказки. Ну, а если мы с вами как взрослые обратимся к смыслу этой истории, сказки о царе Салтане, сказки о правителе, о властелине, который, да, возжелал молодую жену, да, плюс возжелал еще счастье, богатство одновременно, и некто, деталь посторонняя, как вот этот самый петушок, да, принес ему эти блага, и он же эти блага забрал. То есть история, это философская, она такого очень экзистенциального плана, она совсем не детская. То есть сказку Саша Пушкин, да, когда писал про царя Салтана, конечно, он не подразумевал, что ее будут у нас читать дети во втором классе. Это взрослая сказка, написанная для взрослых, написанная взрослым языком. Вот, и, на мой взгляд, она включена в программу и изучается в школе, ну, конечно, ошибочно, потому что вся программа базируется школьная на принципе, на историко-культурном подходе, который в русскую школу принес Лихачев, это подход историко-культурной школы, и в свое время он был на своем месте. Сейчас в связи с переходом российской школы от академичности к компетентностному подходу, по идее должно было измениться и содержание образования. Вот, но при переходе к деятельностной педагогике содержание у нас остается тоже. И вот это, конечно, рождает большой очень конфликт. Итак, еще мы пройдемся по сказкам. Мамин Сибиряк, замечательный, на мой взгляд, автор, с очень вкусными текстами. Вот, однако детьми тоже очень сложно понимается. Устаревший язык, очень много архаизмов, как слов, так и самих выражений. И знаете, вот есть испытания, хочу передать просто ощущение ребенка вам. Вот есть, например, соревнование какое-то спортивное, аллегорию рассмотрим, и там есть несколько испытаний. Смотрите, например, их шесть испытаний. Ребенку интересно пройти маршрут с испытаниями. Он знает, что их шесть. И он где-то прыгает, где-то перелазит что-то, где-то перекатывается и так далее. Это рождает азарт. Но если бы у нас в любой спартакиаде было большое количество таких испытаний, барьеров, а еще они были бы и неизвестны, то есть их, например, 20, 30, 40. Представьте себе ребенка. Как бы он пробирался по этому маршруту? Наверное, он очень быстро бы исцепли его силы, он быстро бы устал, и у него кончился бы интерес к преодолению, потому что неизвестное количество сложностей ожидает его на маршруте. Почти так же происходит с текстом. Если в пределах текста все понятно, и есть пара моментов, которые не ясны, или по языку, или по смыслу для ребенка вкусно и интересно это понять. Если на каждом втором предложении ребенок спотыкается о смысл или непонятное выражение, или непонятно, о чем идет речь, он перестает дальше концентрироваться, теряется в него внимание и восприятие. Ему неинтересно дальше преодолевать это испытание. Вы знаете, я работаю в билингвальных компаниях, в билингвальных группах детских, там, где русский язык является вторым, но, например, не основным языком. И я вижу, как тот же феномен, о котором я только что сейчас рассказала, проявляется, например, в группах иноязычных. Если детям кое-что непонятно в тексте, они рады это осваивать и дальше двигаться. Если в текст неудачно подобран, и каждое второе предложение требует либо пояснения, а у нас в России так, либо пересказа, ребята, это выражение нельзя понимать буквально, а его понимают вот так-то, так-то, так-то. Дети очень быстро теряют в этих сложностях интерес. Смотрите, книжка «Детская как феномен» должна держать ребенка в состоянии эмоционального подъема. Она не должна давать срывов таких, вниз как бы, провалов таких. Захватила внимание и держи, держи, развивай, развивай сюжет. Это закон знают все детские писатели. Если с точки зрения языка начинаются сложности, это как будто провалы в сюжете. Все, и ребенку трудно каждый раз возвратиться в сюжет. Он будет отказываться от этой деятельности, и он имеет на это право. К сожалению, вот Аленушкины рассказы, они устарели для детей 21 века. То же самое касается, например, сказок, которые здесь перечислены. Виталия Бианки, мышонок Пик, не понимают. Не понимают они рассказов, кстати, это очень удивительно, но не понимают, например, Толстого, акулу прыжок, левая собачка. Ну, левая собачка – хорошее произведение для детей, она дает всегда эмоции. Вот, пожалуй, здесь плюс большой. Адоевского, Мару Сыванович, сейчас я смотрю сказку, не всегда уже дети понимают. А уже что говорить о крылове, о зеркале обезьяне, воронье, лисице, ну, это отдельная печаль. Здесь учителя пересказывают ее просто дословно. Они за мной пересказывают эту историю. То же касается списка третьего класса. Лермонтова, Шикки, Кириб. Произведение, написанное взрослым для взрослых. Не понимают третьеклассники, не могут пересказать. Бажова, Серебряная копытца, другие сказки Бажова. Говорят сложный язык, не понимаем про что. Хотя бы, казалось бы, сказки и сказки. Вот. А то же касается Пришвина и Паустовского. Ну, то есть, все наблюдения за процессом восприятия школьников говорят о том, что устаревшие тексты, которыми переполнена наша программа, трудно воспринимать детям на текстовом уровне. И отсюда у нас есть первый выход. То, что ребенку трудно понимать на уровне текста, он еще способен понять на уровне картинки и видеоряда. Поэтому я абсолютно ответственно рекомендую тексты, через которые школьнику трудно пробираться, но для которых есть аудиоверсия или видеоверсия, мультфильм или фильм, сначала давать ребенку смотреть в виде вот такого визуального ряда. Я подобрала в этом для этого несколько примеров. Вот. И хотела с точки зрения психологии сначала показать, что давно ведутся эти разговоры, что воздействует сильнее на ребенка на восприятие. печатная книга, именно бумажная, цифровая книга, электронная, аудиокнига, мультфильм или фильм, или видеокнига. И вот мы, например, обязательно проводим такое занятие в школах, чтобы дети тоже сумели посмотреть на этот вопрос и проанализировать свои предпочтения и понять, какие плюсы и какие минусы имеет каждый. Это ведь носитель информации, каждый источник книги, чтобы понять, когда, каким форматом лучше пользоваться в целом и конкретно для ребенка. Итак, но очень важно, например, организовать такой для детей разговор, чтобы они увидели, что все форматы книги, это не что иное, как формат книги, являются законными, что ты книжку можешь читать по тексту глазами, смотреть ее по экрану в виде видеоряда и слушать. Так вот, слава богу, сейчас у нас есть масса готовой информации, визуальной, аудиальной. Очень многие книги у нас являются, уже прошли озвучивание, и причем я, например, находила того же, эту же сказку Адоевского, например, или поэмы Некрасова, озвученные несколькими командами. То есть можно найти в интернете, найти на ютубе, найти на сайтах образовательных, типа инфоурок и так далее, несколько вариантов озвучки текста. Кому-то нравится больше озвучка женским голосом, кому-то мужским, кому-то нравится больше озвучение текста классическим таким театральным голосом, очень эмоциональным. Есть озвучка абсолютно нейтральным голосом, когда похоже, что, в общем-то, даже такой голосовой робот просто воспроизводит текст. То есть один из рисков, например, аудиокниги, это то, что ребенок будет следовать за эмоциями читающего, озвучивающего текст. И это может исказить восприятие. То есть очень зависит от актера, от исполнителя, как ребенок поймет текст. Ну вот в этом отношении у нас есть выбор. И задача педагога состоит в том, чтобы отобрать те тексты, аудиотексты, которые он рекомендует своим детям для прослушивания. Вот в частности, я как педагог тоже сотрудничаю с несколькими школами семейного типа и частными. И мы для списка школьного летнего чтения подбираем такие аналоги. Мы называем это аналоги. То есть каждое произведение, которое вы видели сейчас в списке литературы, мы даем ему два аналога. Первое – это аудиокнига, и второе – это видеовариант, если он существует. Аудиокнига, я тоже даю обычно 2-3, 2-3 разных файла для прослушивания. И у нас есть договоренность с детьми, что ребёнок начинает слушать файл, если ему звук озвучки, голос неприятен, он пробует послушать другой файл или третий и остановиться на том озвучании, которое ему приятно, и которое его мозг и мышление считывает наиболее комфортно. Вы знаете, в этом выходе для детей есть ещё очень полезная компетенция. Эта компетенция связана с выбором, с разборчивостью. Наш мир многовариантен, и он позволяет выбирать, отбирать удобные средства для себя. И это очень важно. Смотрите, например, если у нас есть в руках бумажная книга, мы ничего не можем уже изменить. В этом отношении я рекомендую всем попробовать одно упражнение, вот мы его для себя изобрели. Оно тоже связано с выбором и с приспособлением книги для себя. Мы берём электронный вариант, тоже бумажной книги. Значит, у нас есть источник бумажная книга, ну, например, «Камёл, горбунок». И детям даём задание. Передаём детям файл в электронном виде, где есть только текст, и предлагаем детям сделать этот текст в файле. Например, в вордовском файле. Максимально удобно для себя, для восприятия. Чтобы ребёнок подобрал шрифт этого текста, чтобы ребёнок подобрал величину этого текста. Возможно, как-то он украсил поля этого текста. Ну, собственно, такая редакторская работа, да, и работа по дизайну текста, которому ребёнку будет выполнить А, приятно, Б, интересно, и В, он освоит новые компетенции для себя. И его задача сделать для себя текст удобным для восприятия. Ну, то есть, конечная цель деятельности для ребёнка здесь – это работа с текстом по его восприятию. Вот, очень рекомендую всем вот такой приём наш, работая с электронной книгой. Так вот, я сейчас его привела, потому что рассказывала до этого момента о книге «Аудио», где тоже эта компетенция прокачивается. Выберите удобный для себя формат. Например, формат, да, аудио озвучки, приятного для себя голоса, темпа речи. И тогда ты будешь его слушать внимательно и вкусно. Что касается, например, видеокниг. Я называю их видеокнигами. К ним, на самом деле, относятся и презентации. Сейчас очень популярно, когда просто идёт в слайдах презентации показ картинок и показ самого текста. Эти слайды меняются, в это время происходит озвучивание текста. В общем, как мне говорили, это всё-таки уже видеоформат книги, потому что ребёнок не только слушает, но и смотрит текст. Дальше. Это полноценные мультфильмы. И это иногда экранизация книг, например, рассказы Таравунского, экранизированной в виде фильмов. Обычно мы тоже предлагаем детям, включаем список наименования этих фильмов со ссылочками, наименования этих презентаций, ссылочки даём, чтобы ребёнок мог ими воспользоваться. Что мы увидели в своём опыте? Что если какие-то, например, мультфильмы или фильмы детям неинтересны, тоже устарела их эстетика, устарели их жанры, потому что искусство, оно тоже стареет. И, например, мультфильмы рисованные замечательные или кукольные по Пустовскому, смотрю на кадр, вспоминаю этот мультфильм кукольный по, извините, не по Пустовскому, по Некрасову про деда Мазая Зайцев. Детям неинтересен. Детям неинтересна эта эстетика, она устарела. Нужны другие линии, нужна другая скорость кадра и так далее. Но через восприятие этих мультфильмов старых, даже если он ребёнок посмотрит их где-то минуту-две, у ребёнка всё равно происходит знакомство с опытом культуры, визуальной культуры. И пусть он скажет, мне этот мультфильм не нравится, он некрасивый. Посмотрите, это будет его логическое заключение, это будет его мнение, это будет его вывод. Вот как компетенция, умение выбирать и обосновывать своё мнение является важнейшей в современной школе. Смотрите, как просто по бытовому мы можем её тренировать. Я написала здесь на слайде диафильм, потому что удивительный феномен, но дети увлечённо, это практиковалось много-много раз, смотрят диафильмы у нас в школах. Когда мы берём старый аппаратик, показываем, как это работает, вправляем туда в плёнку, и для детей это происходит какая-то магия. Или, например, на диаскопе мы это делаем, или мы это делаем на фильмоскопе. Для детей, видимо, вот это предметное здесь манипулирование является очень интересным и необычным. Это не электронный гаджет современный, и поэтому они увлечённо готовы смотреть эти плёночные кадры на белом ватмене, и этим можно тоже воспользоваться. Так, хорошо. Ещё вот приведу пример. Виктор Астафьево «Стрижёнок скрип» такой. У нас есть рассказ как раз для начальной школы, который рекомендован для чтения. Это хорошая история. Она прокачивает хорошие душевные струны. Но она очень простенькая. Мы её можем усилить своим содержанием, своей творческой работой после текста. Причём, знаете, как у нас принято обычно в школах и библиотеках – прочти текст, а потом нарисуй по ней рисунок. Вот мы предлагаем давать обратное задание. То есть дать сначала какие-то творческие задания, а потом предложить несколько книжек на выбор, чтобы эти задания ребёнок выполнил по каким-либо текстам. И можно дать три текста из того же списка для летнего чтения рекомендованного. Ну вот, например, смотрите, как мы можем подать книжку. Итак, это вопрос, как подать процесс чтения, как его организовать. Когда тебе захочется побыть одному, возьми одну из этих трёх книжек, прочти, и потом расскажешь, какая книжка лучше читается, если ты один. Вот видите, здесь мы меняем как бы задачу чтения. Не просто читать книжку, потому что задано, а сверхзадача есть. Дети обожают игровые задачи, они обожают сверхзадачи. Не просто читать для чтения, а читай, чтобы рекомендовать другому, и конкретно что именно рекомендовать, что лучше читать, когда ты один, когда ты болеешь, когда ты на даче, когда ты в поезде. Можно придумать разные ситуации. Больше всего люди, дети любят подбирать для других книжки, если ты один, вот если ты едешь в поездки, если ты болеешь. Это тоже наш опыт вот показал. Дальше. Мы можем книжку слушать вместе, например, и потом пообщаться. Вот да, именно интересно, аудиоформат, когда мы слушаем вместе, то есть вместе что-то делаем. Мы даже можем делать что-то на кухне, да, и в это время звучит текст у нас. Я думаю, взрослые замечательно хорошо помнят свой детский опыт, когда мы были маленькими, и, наверное, многие из нас обожали слушать радиокниги, по радио, по обычному нашему единственному каналу, обычно около часа или двух дня, передавалась трансляция какого-либо текста. Вот. И как мы это любили, эти обеденные книжки, аудиокнижки. Мы слушали их одни, мы могли слушать их в коллективе. Вот. То же самое можно предложить делать детям. Итак. Одновременно можно, естественно, слушать и рисовать, припить. Это знакомый способ, не буду на нём останавливаться. Дальше. Вот. Есть интересный способ такой, как мы можем слушать тексты, аудио и одновременно следить за текстом. Это интересно для детей. Можно тоже составить игровую задачу. Смотрите. Можно сказать, что актёр будет озвучивать текст, да, а мы будем следить за тем. И вот она, игровая задача появляется. Все ли слова из текста он правильно произнёс? И есть ли какие-то в тексте места, которые актёр пропустит? Ребёнок будет поставлен нами в позицию, в роль исследователя. И вы увидите, как вырастет сразу же его внимание. То есть оно повысится. То есть он относится уже как эксперт, да, к тексту. Я слушаю, что звучит, и проверяю по тексту. Кстати говоря, дети обожают находить ошибки, озвучки. Они всегда бывают. То ли пропустил предлог, просто пропустил или съел в речи, в дикции. То ли интонацию неправильно произнёс. И это необыкновенная ещё и лингвистическая работа. Потому что удивительно наблюдать, как третиклассник слушает профессиональную озвучку, актёрскую, какого-то текста, и вдруг говорит, стойте, стойте, вот здесь же был вопросительный знак, а у него не было вопросительного предложения в речи. Вы знаете, это необыкновенный здесь вот такой момент, когда ты видишь, что ребёнок относится абсолютно осознанно к тому, что происходит, что он читает и что он слышит. Поставьте ребёнка в эту игровую позицию исследователя, и вы увидите сразу вот этот эффект необыкновенной внимательности к тексту. Сколько раз это можно делать? Конечно, если это будет повторяться каждый день, этот приём, он быстро наскучит. Смотрите, я уже за прошедшее время эфира перечислила несколько способов привлекать внимание ребёнка к тексту, создавая игровую атмосферу чтения. Так вот, это один из приёмов. Ну, вот по моей практике, знаете, раз в шесть такое задание работает. Ну, то есть на первом задании мы ещё учимся, на втором мы ещё учимся на задании, вот сверь, озвучку, да, а потом уже ребёнок может выполнять его самостоятельно. Но на шестом где-то разе, подходе, это задание на шестом тексте ребёнку уже надоедает. И тогда мы можем перейти к другим способам. Ну, например, если стрижёнок скрипт – это рассказ про птичку, про стрижа, мы можем попросить ребёнка прочесть этот текст. Зачем? Чтобы потом найти книжки, все-все-все книжки, все-все-все передачи, в которых есть истории про этого самого стрижа. Особенно это касается, конечно, рассказывать сказок про животных. Для детей это увлекательно. А если мы ещё дадим задачу такую, сравни, например, где у птицы поведение животного, именно животного организма в большей степени, а где, в каких у нас книжках птицы переданы человеческие черты и характеры. То есть вот на этом моменте сравнение должна быть игровая всегда задача – сравнить что-то. Так, хорошо. Итак, следующие способы. Вот тоже хотела сказать отдельно по книжке Янсона. Замечательная книга, произведение этого автора. Обожали читать наше поколение. Послушайте, совершенно не понимают современное поколение. Они не понимают текста. И вот какой способ мы нашли, например. Это подать мультфильм. Сначала пробовали мультфильм. Не работает. Для детей реплики оценочные, которые они дают на наш российский мультик, они говорят, это скучно, это долго. Скучно долго, не та скорость, то есть действие. Вот. Мы водили их также в театр. Это вообще в кукольный театр. Это было неинтересно. Но, честно говоря, это и взрослым было неинтересно. Вот. Аудио, есть озвучка, она сложна для детей, потому что тексты философские, они требуют осмысления. И это возможно сделать только по стабильному тексту, то есть по бумажной книге. В общем, какой мы выход пока нашли. Мы однажды для себя открыли комиксы, как раз, по-моему, троллю, и увидели, что комиксы работают. Ну, то есть третий подход, да, у нас, и четвертый формат. Итак, аудио-вариация, обязательно давать видео-вариации. И если есть что-то в комиксах, комиксы – это ведь полумультфильм, полукнига, да. Я на самом деле уважительно отношусь к комиксам, которые сделаны по сюжетным книгам, да. И это позволяет современным детям разбить немножко восприятие по кадрам. И вот на нашем примере просто проникнуть в книгу, да, добиться смысла книги. Вот. То есть еще и комиксы. Конкретно по этому источнику для третьего класса, рекомендованному в школе, я привожу всегда ссылочку и рекомендую детям читать в комиксах ее. Так. Ну и, наконец, есть такое понятие, как игра. По некоторым книжкам и школьной программе созданы игры. Поэтому процесс чтения может закончиться игрой. Есть игры замечательные, компьютерные, по сказкам Пушкина. И это большой плюс там к подмогу педагогам. Вот я привожу в пример несколько игр, созданные на основе сюжетов мумитролей разных частей. Есть игра по сказкам Пушкина, по сказкам Пушкина в основном, почти по всем произведениям. Поступите просто очень, наберите в Google поиске или в любом другом поиске название произведения и ключевое слово «игра». И вам высветится несколько как настольных бумажных игр, так и каких-нибудь компьютерных игр. То есть этой практике уже почти тоже 10 лет началась она с проекта «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». Там были первые компьютерные игры, такие начальные, примитивные. Ну а сейчас, конечно, есть и очень красивые сюжетные игры. И это определённый тоже такой якорь, который для ребёнка является сверхцелью, сверхзадачей. То есть он будет читать, потому что знает, что после этого они в это же поиграют. Раньше эту задачу решала инсценировка, согласитесь. То есть мы читаем, чтобы потом инсценировать что-то. И до сих пор в некоторых коллективах детских это работает. Но для большинства современных детей даже инсценирование становится трудным делом. Каким-то непосильным, каким-то непривычным. И поэтому их можно соблазнить вот этой самой игрой потом. Я хотела бы рекомендовать в целом и показать, что то, о чём я сейчас рассказываю, уже сделали некоторые ресурсы, некоторые сайты. Вот посмотрите, пожалуйста. Есть, например, готовые подборки разных форматов одной и той же книги. По рекомендованному школьному списку чтения. На сайте Яндекса этого ресурса, портала, как раз на закладочке Дзен, вот здесь вот я привела пример, есть прямо подборка по каждому школьному тексту. Видео, текста, аудиотекста в нескольких вариантах. И также очень достаточно приятная и очень толковая, например, какой-нибудь приведён ролик анализа этого текста. Ну, то есть со всей стороны текст подан с точки зрения информации текста, с точки зрения видеоряда, аудиоозвучки, и плюс ещё мнение, да, литературоведа или мнение эксперта о тексте. И чаще всего достаточно короткая, там есть и 3 минуты, и 20 минут. То есть это посильно послушать ребёнку. Мне нравится вот такая подборка самой, я и пользуюсь. Некоторые ссылочки я там меняю, нахожу более удачные. Но знаете, что такая работа проделана, и вы можете воспользоваться этим в готовом варианте, уже хотя бы как начало. На чём я хотела ещё остановиться в оставшееся время, что есть несколько творческих заданий, которые преодолевают наши вот эти все трудности чтения. Да, ещё три трудности, которые я не произнесла, пора их произнести сейчас. Это когда ребёнок говорит, я хочу читать, я люблю читать, но я не хочу читать то, что задаёт нам в школе, по тому, что я хочу читать современную литературу. То есть мама, папа, можно я прочту другое. И вот это тоже очень, мне кажется, сильная позиция для ребёнка, это сильный поступок. Смотрите, действительно, ребёнок имеет вправо просить и требовать и желать читать современные истории, в которых есть реалии нашего времени. Он же, ему жить в XXI веке, ему существовать в XXI веке, в отношениях человеческих XXI века, в проблемах XXI века. Конечно, есть у нас понятие «вечная проблема», это любовь, это предательство, это подвиг и так далее. Но даже вот этот культурный контекст, он значительно изменился. И вы знаете, что те, например, представления о семье, о поступках, которые есть в литературе XIX века, сложновато накладываются на век XXI. А я бы сказала, сложновато и не нужно, потому что изменились социальные реалии. И есть вещи, есть ценности, которые устарели. И, как говорят психотерапевты и психологи, что большой вопрос и большой парадокс в том, насколько детям надо полно усваивать ценности предыдущих поколений. То есть здесь должна быть мера традиций и мера новаторства. Детям жить не в XIX веке, детям жить даже уже не в XX веке, когда, например, борьба против власти являлась ценностью поощряемой. Вы вспомните Му-Му Тургенева, которая до сих пор читается в школах, как у нас в школах подавалось и до сих пор, в общем-то, в анализе подаётся. Это Гроза Островского как бунт против власти. Вот XXI век у нас принёс другое отношение к бунтам, к революциям, к оппозиции. И зачем мы детям передаём вот эту ценность, ценность прошлого? Но это большой вопрос через тексты. Поэтому я сама за современную литературу. Я не отвергаю литературу классическую, и я как раз показываю, как её можно осовременить хотя бы игровой деятельностью. Но я за то, чтобы любым классическим текстам, пока они у нас есть ещё в обязательном списке, давать аналоги современной литературы. И вот за этим я считаю и будущее, и наше настоящее. И есть несколько библиотек, ссылочки есть на мои презентации, которые уже сделали эту работу. А именно, они каждой школьной книжке, которую я рекомендую в школе для чтения, дали аналог один или даже несколько из современной литературы. Потому что, например, какая-то проблема, предположим, жалости к животному, состраданию к животному, которая проявляется и в «Деде, в Мазае и Зайцах», и в «Стрижонке», и в других текстах, которые я приводила для второго и третьего класса, предположим, и даже для подростков. Они есть в современной литературе, но только написанные современным языком, про тех же птичек, рыбок, собачек и кошечек, про то же чувство сострадания и ответственности человека. Но это современная реалия. И вот когда мы поймём, что это сделать можно, если задача детской литературы просто передать ценности, чтобы ребёнок прожил текст, то ему, ребёнку, хочется жить в современном узнаваемом мире. И тексты должны быть узнаваемы, а ценности они это усвоят. Поэтому вот я рекомендую давать аналоги текста даже хотя бы на программу летнего чтения, вот здесь, чтобы ребёнку было интересно. Ну и вопрос, который меня ставит до сих пор в тупик, честно говоря, это следующий. Когда дети говорят, зачем я летом буду читать то, что мы всё равно будем читать в школе в течение года. И честно говоря, у меня нет на это объяснений. Я не понимаю, зачем ребёнку читать подготовительно все тексты, которые потом он всё равно будет читать в школе. Для первого класса, возможно, это новый опыт ещё объясним. Но для второго, третьего, четвёртого класса, когда дети уже знают, что всё равно они будут читать в течение года, ну для меня это необъяснимое абсолютно явление. Поэтому я рекомендую детям летом читать современную литературу, современные аналоги, но всегда говорить, пока у нас есть это в школьной программе, что вот вы будете читать в течение года «Стрижёнка» или, например, будете читать «Некрасова деда Мазая Зайцев», а летом ты почитаешь вот то-то, то-то современное произведение. Вот. И я ещё хотела обратить ваше внимание на слайд, который давно уже висит. Вот. Это творческие занятия, творческие работы, которые можно по книжкам сделать изначально. Вот смотрите, у меня шесть разных здесь приёмов таких, шесть разных творческих заданий, ещё три я вам рассказала до этого момента. То есть смотрите, если у нас 30 произведений задано на лето, мы каждому третьему тексту можем дать какое-то вот такое литературное, какое-то творческое задание, творческую игру. Ну вот смотрите, например, у нас есть задание такое, которое называется «Литературная критика». Нет-нет-нет-нет, это не писать сочинение «Отзыв» или классическое сочинение. Здесь дается игровая задача. Найди книжку или выбери книжку, которая тебе жутко не понравилась, вот сразу не понравилась. И твоя задача – изложить, почему она тебе не понравилась. Докажи. Первое, второе, третье, четвёртое. Приведи примеры. Для ребёнка тоже очень важно дать ему возможность высказаться. Вот пусть будет у него право, трибуна сказать своё «фи». Вот для меня это задание литературное, которое называется «Литературная критика». Не надо показывать положительные, может быть, отрицательные стороны. Это то, что в узком смысле называется критика. Что-то тебе не понравилось? Окей, возьми, пожалуйста, напиши литературные пункты, несколько причин, признаков. Обычно дети пишут 6 штук каких-нибудь, 4-6. Почему она тебе не понравилась? И сказать, что не понравилась, потому что неинтересная, а мало. Нет, нет, нет. Следующий приём – иллюстрации, которой не хватает. Это про рисование. Ну, знаете, для детей нарисуй какую-нибудь иллюстрацию по книжке. Это становится очень быстро неинтересно. Можно поставить игровую задачу. Ты прочёл книжку, и точно есть фрагмент в этой книжке, который ты бы очень хотел увидеть на картинке, но его нет, его не нарисовал художник. Нарисуй именно эту иллюстрацию и докажи, почему она должна там быть, на какой странице, то есть можно создать ещё пояснительную записку к этому, объясни, почему там должна быть такая иллюстрация. И после этого можно в классе, например, в группе, в библиотеке вообще устроить выставку таких работ по книжке. Что же иллюстратор не дорисовал, а оно было нужно? Слово на обложку. Замечательный приём. У нас обожают его дети. Дети хотят быть популярными. Это про то, да, как бы упражнение такое творческое. Мы показываем детям обложки книг и показываем, что на них часто размещены высказывания знаменитых людей. И предлагаем детям так ярко и коротко рассказать о книжке, чтобы его эту реплику, фразу, хотелось разместить на обложке. Дети сочиняют такие реплики. Им это интересно. А потом мы тоже можем устроить либо публикацию в Фейсбуке, либо в Инстаграм вот этих самых высказываний детей, нарисовать обложку или, правда, напечатать на бумаге и наложить на обложку. Но это сейчас для многих интересно, вкусно и значимо. Голос книги – это приём озвучки. Это не выразительное чтение какого-либо отрывка. Детям предлагается целиком озвучить книгу, чтобы дать её послушать другому, однокласснику, или разместить в интернете, чтобы её книжку слушали. Смотрите, вообще сейчас тенденция есть в обществе, в том числе в детском. Это узнаваемость, чтобы тебя узнавали, популярность, трансляция себя в мир. И поэтому можно дать эту возможность ребёнку. И пускай уже мир сам оценит и в виде лайков, и в виде отзывов, получилось ли это у ребёнка или нет. Итак, задача игровая для ребёнка – прочти эту книгу, этот текст так, на диктофон запиши, чтобы передать эту озвучку другому, чтобы твою аудиокнигу мог послушать другой. Книжный видеоблог – это рассказать о книге, но записать себя на видео. Это тоже можно потом выложить в Инстаграм, в социальные сети, на Ютуб и так далее. Можно послушать, посмотреть известных книжных видеоблогеров. Для меня непревзойдённый авторитет – это Дмитрий Гассин. Сейчас я пройдусь по слайдам, посмотрю, где у меня показана его ссылочка на книжный блог Дмитрия Гассина. Так, сейчас, секундочку, я привела пример. Здесь очень много книг. Наверное, я так быстро не найду этот слайд, простите, пожалуйста. Вот. В презентации будет ссылка на… Вот она, я нашла. На блогера. Я считаю, он лучший блогер в России, который рассказывает понятно детям о книжках, очень вкусно рассказывает каждый его ролик. Одно-две минуты всего лишь длится. Вот. И я советую детям, перед тем, как они сами будут озвучивать книжку или когда они будут делать книжный видеоблог, посмотреть, как это делает Дима Гассин. Вот. И таким образом они обучаются приёмам публичного выступления. Не кривляния перед камерой, как делают блогеры популярные, а именно позиционирование себя, красивые речи, интонирование, интеллигентности в кадре. Вот этого блогера, он сам поэт Дмитрий Гассин, книгоиздатель. Вот. И замечательный, конечно, популяризатор детской литературы. Я всем рекомендую. И последний там у нас приём, который остался, это ожившие картинки. Вот. Это мой самый любимый приём, прожившие картинки. Это когда детям предлагается игровая задача найти иллюстрацию какую-то в книге, которую хочется оживить, инсценировать. Дети инсценируют эту иллюстрацию и полностью, полностью по деталям передают характер, передают то, что нарисовано в интерьере, кто на этой иллюстрации изображён. Всё-всё-всё это передают и фотографируют это изображение. Сфотографируют изображение, они объединяют вместе, это можно сделать выставку из этого, исходную иллюстрацию и то, что у них получилось в инсценировании. И можно даже оценить потом это, то есть насколько это точно передано, насколько ты правильно понял иллюстрацию. У нас обожают это делать дошкольники, обожают делать это учащиеся начальных классов. Но когда мы увидели, насколько это интересно делать подросткам, и старшеклассникам, мы были удивлены. То есть вот это желание подойти творчески к книжке и сделать её частью своей жизни, если это похвально очень. Иногда на иллюстрации были изображены животные, предположим, или природа. Вы знаете, какие изобретательные дети? Они либо находили такой кусочек, действительно, парка леса, природы, и там инсценировали, либо подбирали какие-то, не знаю, фотообои, либо рисовали этот кусочек, либо воспроизводили на заднике ткань какую-то. Вот, если животное было на иллюстрации изображено, они искали, приносили при инсценировании похожих животных, либо использовали мягкие игрушки, либо кого-то переодевали в животное. То есть это целый такой подготовительный, да, красивый творческий процесс, даже театр, я бы сказала. Поэтому для нас вот этот конкурс «Ожившие картинки» и это упражнение, как бы, да, творческое задание является очень любимым. Итак, литературная критика, иллюстрации, которой не хватает, «Ожившие картинки», «Голос книги», «Книжные видеоблоги», «Слово на обложку» – это игровые задания, которые можно дать ребёнку перед процессом чтения книги. То есть ты читаешь не ради чтения, и чтобы потом быть готовым к учебному году, потому что на уроке это будет проходить, для детей это только вызывает оскомину, а ты читаешь, чтобы нарисовать иллюстрацию, которой в книжке не хватает. Потому что мы эту иллюстрацию разместим в отзыве на книжном сайте «Лабиринт» или на «Озоне», или передадим в издательство. Смотрите, для всех детей современной сейчас очень важна продуктивность и понимание, зачем я это делаю. Если дети будут знать, что его аудиозапись не просто учительница послушает или родитель и отложит, а она будет передана другим детям для прослушивания, это важно. Если он будет знать, что рисунок он рисует не только для того, чтобы его посмотрел кто-то и сказал «О, классно нарисовано», или на выставку разместим, может быть, а его иллюстрация, которой не хватает, она дополняет книжку, она её обогащает, и об этом узнают другие. Это будет опубликовано в Инстаграм, это будет опубликовано на сайтах книжных, они все позволяют это делать любому человеку, «Лабиринт», «Озон». Это для ребёнка становится значимым. Ну и, естественно, литературная критика, это можно обсудить в группе, и, в общем, мы даже иногда устраиваем такие суды над книжкой. Ну, например, извините, но нам не понравилось в одной из школ, не понравились нам рассказы Драгунского, потому что дети заявили, что родители плохо относятся к своим детям, безответственно. Это видно в рассказах Драгунского, а ещё в рассказах Драгунского. Курят и пьют дедушки и так далее. Есть опасные ситуации для детей, которые не предотвращаются. И я посмотрела, правда, на рассказы Драгунского другими глазами. То, чему мы учим детей сейчас на уроках безопасности, жизнедеятельности, полностью противоречит рассказам Драгунского. И тогда для детей мы создали это задание «Литературная критика», да, и дети прямо изложили факты из книжки, что является опасным и запретным, и осуждаемым, да, и возмутительным в рассказах Драгунского. Вы знаете, как они внимательно относились к текстам, как они внимательно пробирались, читывались в эти тексты. Я думаю, это для них необыкновенный опыт, вот такой именно вдумчивого чтения и оценивающего чтения. У нас закончилось время с вами. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что я была вам полезна, и что некоторые приёмы оживления и чтения, и придания чтению игровому характеру были вам интересны и помогут преодолеть нежелание ребёнка читать. Для меня есть два главных принципа, которые я вижу в современной жизни и которым я вижу в образовании, которым, можно сказать, я служу в образовании. Детство – это игра. Никакая ни учебная деятельность, ни даже ни общение, ведущая деятельность в детстве – это игра. И через игру происходит процесс познания мира. Так вот, именно игра и создание игровой оболочки везде позволяет проникать даже в самые сложные задачи и справляться с ними. Поэтому я за вот такое игровые творческие задания. И вторая идея – это идея выбора. Уважаемые участники, то, что принёс нам 21 век, – это альтернативность, это умение выбирать и свободу выбирать. К сожалению, наша школьная программа ещё не следует этому принципу, не следует принципу свободы. И поэтому в рамках вашей деятельности летнего принципа я бы вам рекомендовала преодолеть эту косность системы. Не бойтесь экспериментировать, давать альтернативные форматы книги, аудиокниги, видеокниги и так далее. Не бойтесь давать альтернативные современные тексты, воспользовавшись ссылочками. То есть есть история про семью, например, в которой дети справлялись с своими жизненными трудностями, Драгунского. А есть современные тексты о семьях с самостоятельными детьми. Их масса этих текстов, современных авторов, современными реалиями. Я бы рекомендовала давать сейчас современных авторов, таких альтернативных. У меня всё. Спасибо вам за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, у нас есть контакты, они есть в презентации. Вы сможете презентацию скачать и воспользоваться этим материалом. Спасибо вам большое за внимание. Эфир окончен. Спасибо. Спасибо.